Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Барометр общественного мнения, представленный на днях директором Института общественных политик, шокировал многих в мировом сообществе. Санду вырвалось в топ-5 лучших политиков. Это произошло после того, как социологи Института включили Майю Санду в рейтинг иностранных политиков, пользующихся доверием граждан. Так, согласно опросу Барометра общественного мнения, на первом месте располагается президент США Джо Байден, на втором – Владимир Путин, затем идет Клаус Йоханнис. На четвертом месте расположился Владимир Зеленский, а замыкает топ глава молдавского государства Майя Санду. Если верить цифрам, представленным в вопросе, то Санду опередила таких мировых лидеров, как Мунеэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон. Отметим, что Майя Санду также приняла участие в заседании коллегии Службы информации и безопасности СИБ. Санду заявила, что эту службу много лет использовала в своих интересах узкая группа лиц. Но Санду больше этого не допустит. Президент читает, что СИБ надо реформировать, чтобы достойные люди получили повышение, и никто не заставлял их действовать против закона. На заседании коллегии, кроме президента и руководства СИБа, присутствовали и о премьер-министра Аурелию Чикой, секретарь высшего совета безопасности Анна Ревенко, председатель парламентской комиссии нацбезопасности Сергей Сырбу. Как отметила Санду, многие годы узкая группа лиц использовала СИБ в своих интересах. «Я не допущу подобного подхода. И сейчас, как никогда, нам необходимо приложить усилия для того, чтобы вернуть доверие граждан государственным органам», – сказала Санду, отметив, что главная угроза для государства – коррупция, особенно на высшем уровне. Санду заверила руководство СИБа в том, что она окажет поддержку в реформе ведомства. Президент повторила фразу, которую произносила и на встречах с сотрудниками других ведомств, в частности, службы госохраны. «Вы найдёте в моём лице поддержку. И я, и мои коллеги поддержим реформу учреждения, чтобы достойные люди получили повышение, и никто не заставлял их действовать против закона», – подчеркнула Майя Санду. Директор СИБа Александр Ясауленко отметил, среди приоритетов службы в этом году развитие и укрепление институционального потенциала, максимальное сосредоточение на борьбе с коррупцией, подрывающей национальную безопасность, особенно в государственных органах и системе правосудия. Кроме того, СИБ намерен уделять особое внимание расследованию преступлений, связанных с контрабандой в особо крупных размерах, отмыванием денег, хищением государственных средств и компрометированием инвестиционных проектов, которые проводят за счёт денег, выделенных внешними партнёрами. Следует отметить, что в коллегию СИБа входят директор ведомства, его заместителей и другие руководящие работники службы. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.